Светофор на пересечении улиц Анатолия и проспекта Ленина отремонтировали в этом году. По задумке он должен был помочь инвалидам по зрению переходить улицу. На деле от него выиграли разве что те, кто трудится по ночам. Жителям близлежащих домов такой ночной комфорт явно не по нраву. А слабовидящих этот перезвон может запросто отправить на тот свет. Вот этот звук перекликается, поэтому сложно. Можно перепутать и попасть под машину. Да, это правда. В этой части нужно, наверное, администрации города посмотреть на совершенствование этих светофорных объектов. И настроить их, во-первых, а по таймингу, а дальше предусматривать благоустройство самой среды. Чтобы мы понимали, что мы создаем безбарьерную среду, а не делаем так, ради того, чтобы просто отчитаться как мероприятие для галочки. Следующий объект контроля общественников – городская поликлиника номер один. Недавно здесь наконец появилось парковочное место для инвалидов. Но об этом догадаются отнюдь не все. С дороги знак явно не просматривается. А вот качество пандуса фронтовики оценили на отлично. По нему они с легкостью прокатились. Чего не скажешь о пандусе глав труд соцзащиты. Пройти по нему отважился только чиновник. И то больше для пиара. Пандус сделан со съездки с нормами СНИП. Он удобен, оборудован поручнями. Можно было сделать поверхность более рифленой и дешевле. Противоскользящая поверхность. Да. Я могу продемонстрировать, но мне кажется, что это будет немножко рискованно. У нас кто-нибудь из страховых компаний здесь есть рядом, чтобы сразу на миллион долларов. Идеальным общественники сегодня назвали только пандус краевой библиотеки имени Шишкова. Но здесь другой изъян – туалетные комнаты. Раковины для инвалидов-колясочников установлены не совсем правильно. Хотя все сделано в соответствии с федеральными нормами и правилами. Вышло, как в том анекдоте. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Когда осуществляются работы, нужно изначально подстраиваться под людей с инвалидностью. Под людей, которые на колясках передвигаются, с другими видами инвалидности. А когда это делается просто строго по каким-то требованиям, рекомендациям, к сожалению, получается, что потом приходится переделывать. Всего в рамках программы «Доступная среда» в этом году в крае отремонтировано 33 социальных объекта. Потрачено 18 миллионов федеральных рублей, 12 миллионов краевых и больше полумиллиарда средств различных организаций. Работа проведена огромная, признают общественники. Но и недочетов очень много. Одни возникают из-за несовершенства федеральных правил, другие из-за неграмотной кадровой политики сверху. К примеру, деньги на обеспечение оборудования кабинетов логопедов и психологов выделяют, а самих специалистов сокращают. Но это уже другая история. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал, город.